Расскажу, как я впервые в жизни, в 2014 году, приехала в Украину, из России. И это было в мае месяце, и мне нужно было ехать в Киев, там, насчет документов. Я ехала в автобусе, в маршрутке по Киеву, и мне нужно было спросить остановку, где мне выходить. И я пропитанная пропагандой России, что тут не просто нацисты, а тут просто я сижу, у меня все дрожит, у меня все каменное. Я должна спросить остановку, думаю, боже, порвуть, порвуть, выкинуть меня, ищите ей там, не знаю, что. Набираюсь сил, думаю, ну все, сейчас просто в воде я спрошу про остановку. Побьют, значит, побьют, все. Значит, судьба у меня такая. Я, короче, набираюсь сил и думаю, и говорю, извините, пожалуйста, а где вот эта остановка мне нужна? И я была в шоке. Ребята, я в шоке до сих пор. Меня провожал весь автобус. Кто-то говорил, ой, да я ж я как раз там выхожу, девушка, за земной выходите. А другая говорит, ой, да ты ж за мостом, вот тут и пройдите, а вот там вот ищите водите. Говорит, да конечно, ничего, зараз я вам покажу. Вот сюда и треба, вот еще ищите треба. Короче, и у меня было такое ощущение, что мы собрались всей семьей, всей ее родиной и отправляем у меня до той зупыночки. Было такое ощущение. Я вышла, и я в таком шоке. Вот это бандеровцы. А еще мы мимо едем на той маршрутке, мимо того Майдана, где там покрышки, вот это вот все. И я такая, когда увидела это все своими словами, глазами, я такая, это вот это, вот это, вот это. Я поняла, ничего себе. И я поняла, что насколько облапошивают людей по телевизору в России, а в жизни вообще все не так. И это к слову, к тому, что прежде чем делать выводы, вот такие прям вот выводы, мало вот это вот сидеть в болоте, вот так посмотреть влево, посмотреть вправо и сделать свои выводы, что мир это болото. Нет. Нужно бы взлететь, оглянуться, посмотреть, что там в степи, там горы, там море, приземлиться обратно и точно сказать. Катя, знаете, что я видел своими глазами, что мир это не просто болото, мир он разный. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Продолжение следует...